ВИЧ плюс МБТ минус группа 13 образцов и 10 образцов получены от больных инфицированных ВИЧ и мекобактериями. Кроме того, в работе были использованы 20 образцов под морфологически нормальных препаратов эпидемиальной ткани. ВИЧ выделяли ДНК, РНК и проводили типирование и оценку содержания вирусов в пиломы человек с использованием набора AmpliSense, ВПЧ, ВКР, Фенотип, ФЛ. Оценивали при постановке реакции содержание ДНК в пробе и в реакцию запускали порядка 10 тысяч геномико-эвалентов по ДНК человека. Каждая проба исследовалась в четырех квадрополуксинных ПЦР в реальном времени. И ген бета-глобин используется как референсный ген в каждой пробирке, на каждой четыре реакции. Вирусную нагрузку оценивали с использованием метода Дельта-Дельта-ЦТ. На следующем слайде вы видите распределение типов ВПЧ в образцах первичной опухоли у разных групп пациентов. Видно, что больше всех у нас присутствует ВПЧ-16, который выявлен практически во всех случаях у ВИЧ+, МБТ+, группа пациентов. На этом слайде вы видите картину, как нарастает число вирусов папилломы человека в образце. Если в случае рака шейки матки у ВИЧ некомпрометированных пациентов, мы видим группы 16, 18, 33, и 33 был выявлен единственный у патоморфологически нормальных образцов ткани шейки матки. Появление ВИЧ сопровождается добавлением плюс 39, МБТ плюс 31, 35, 52 при сохранении 39 типа, а в группе ВИЧ+, МБТ+, мы имеем дополнительно 45, 56, 59 типы ВПЧ. Любопытно, что содержание ВПЧ-16 в группе ВИЧ+, МБТ- ниже, чем в группах ВИЧ-МБТ+, и ВИЧ+, МБТ+. То есть микобактерия, микобактериальная инфекция, она коррелирует с повышением титра ВПЧ-16 по данным ПЦР в реальном времени. Далее была поставлена задача, чем особенен тот ВПЧ-16, который выявляется в образцах рака шейки матки. Поскольку не всегда мы уверены, не всегда появление ВПЧ-16 сопровождается развитием рака, то что в нём может быть такого особенного? Для этого были подготовлены препараты для проведения НГС. Из всех имеющихся у нас панелей после оценки качества ДНК были отобраны 15 образцов, которые обладали достаточной концентрацией и были не полностью фрагментированы, что позволило их использовать для постановки реакции НГС. Библиотеки готовили с привлечением компании Генотек, использовали набор BioLab и Equagen с особенностями модификации протокола, которые принят в компании Генотек. Контроль качества библиотек проводили на приборе Agilent Bioanalyzer 2100. И на картинках вы видите примеры хроматограмм, видно, насколько они разные, насколько отличаются препараты ДНК, выделенные из разных формально-фиксированных профинизированных образцов ткани. Это связано в первую очередь с различиями в протоколе фиксирования, во времени, который проводил формаление образец и в сроках хранения. В работе использовали образцы, начиная с 2004 года по прошлый год. Дальнейшие НГС выполняли на платформе Illumina Highstack 2500. Для 8 образцов было получено по 2 гигабайта данных, для 5 образцов по 10 гигабайт, для 2 образцов по 12 гигабайт. Совокупно для 15 образцов получено 80-90 гигабайт данных. Сборку геномов выполняли на пакете SPADOS 3.11.1. И после классификации пытались картировать фрагменты генома ВПЧ-16 на геноме человека. Картирование выполняли на референсный геном из базы данных. Джинбанк, извините, презентация, идет, не идет, хорошо. Ну вот, аспект 1, это не важно, хорошо. И картирование считали достоверным при вероятности ошибки менее чем 1,001%. После того, как было выполнено МГС, мы смогли определить некоторые особенности ВПЧ-16, которые были выделены из образцов рака шейки матки у женщин с ВИЧ и микробактериальными инфекциями. Была показана высокая степень консервативности последовательности между собой и с референсным геномом. То есть, в принципе, для геномов, вирусов, которые выделены из препаратов рака шейки матки, мы идентифицировали ряд точечных мутаций, никаких больших протяженных замен у них не было. При этом выявлено два участка интеграции ВПЧ-16 с геномомом человека, в одном случае в присутствии, а в другом случае в отсутствии экзасованного ВПЧ-16. И, что любопытно, в 10 образцах показаны множественные повреждения генома человека, которые сопровождаются включением фрагментов генома ВПЧ-16. И эти повреждения особенно характерны для тех образцов, в которых сосуществуют интегрированный ВПЧ-16 и экзосомный ВПЧ-16. И, кроме того, для образцов от пациентов, которые инфицированы микобактериями, получено достоверно больше прощений ВПЧ-16 на клетку, чем для образцов, которые не инфицированы микобактериями. Что подтверждает то обнаружение, что микобактериальная инфекция сопровождается ростом титра ВПЧ-16 в этих образцах. По сути дела, нами показано, что как ВИЧ, так и ММБТ, коинфекция повышает частоту множественной инфекции шейки, матки, вирусов, в голове человека высокого онкогенного риска. И снижает частоту моноинфекции ВПЧ-16. Эти обнаружения достоверны П меньше, чем 0,5 случайного совпадения. Образцы рака шейки и матки пациентов, инфицированных микобактериями, отличаются более высокой вирусной нагрузкой ВПЧ-16. То есть микобактериальная инфекция приводит к повышенной персистенции ВПЧ-16. И мы можем предположить, что интеграция ВПЧ-16 – это не однократный, а многократно повторяющийся процесс. Если в клетках присутствует экзосомная форма вируса, она не элиминируется сразу после интеграции и продолжает попытки встраивания, продолжает попытки интегрирования, часто неуспешные, которые сопровождаются нарушениями структуры генома организма хозяина, то есть человека. И микобактериальная инфекция усиливает множество повреждений генома человека, которые сопровождаются интеграцией коротких фрагментов ВПЧ-16, именно за счёт того, что она сопровождается более высокой вирусной нагрузкой ВПЧ-16. Спасибо.